Сотрудники органов правопорядка ценой своих жизней остановили террористов. Они проявили профессионализм, верность своему долгу, доблесть и патриотизм. Хочу особо отметить высокий уровень слаженности оперативности действий сотрудников полиции и национальной гвардии. В сложной ситуации жители Ак-Тюбе проявили выдержку, не поддались панике и провокациям. В своем заявлении сегодня президент призвал всех казахстанцев быть бдительными, решительно пресекать все призывы к насильственным противоправным действиям, повсеместно помогать правоохранительным органам. Пользуясь либеральностью нашей государственной политики, наших законов, кое-кто захотел проверить государственную власть на прочность. Заявляю, что мы всегда будем принимать самые жесткие меры для подавления экстремистов и террористов. Для этого у государства есть все возможности и силы. Сегодня в поселке Хобдабл задержан один из террористов. Продолжается розыск оставшихся шестерых преступников. За информацию об их местонахождении объявлено вознаграждение – 5 миллионов тенге. Всего полицейским уже удалось задержать 9 подозреваемых в совершении теракта в Ак-Тюбе. 13 преступников убиты, еще четверо ранены. Я думаю, что по итогам завершения контртеррористической операции, по итогам поимки всех лиц, которые причислены к этому теракту, должны будут быть сделаны выводы. Выводы достаточно серьезные, об этом говорил премьер-министр. В целом, конечно, сегодня очень важно усилить механизмы, которые будут позволять превентивно реагировать на такого рода террористические угрозы. Комитет национальной безопасности сегодня опроверг информацию о существовании армии освобождения Казахстана. Ранее ряд СМИ сообщили, что организация с таким названием взяла на себя ответственность за теракт в Ак-Тюбе. Что касается пострадавших, то в тяжелом состоянии в больнице находятся еще 4 человека. Они все выкарабкаются, и все будет нормально, сказала сегодня министр здравоохранения и социального развития Тамара Дюсенова. Продолжение следует...